Девушки отдыхают Продолжать обозревать Лёлькин последний стрим, но глянула, а у Лёли оказывается столько новостей, да. Один ролик, загибаясь на хозяйстве, чего только стоит, да. Короче, не успел Сергуня свалить, как Лёлька тут же притащила других работников. Ну, недолго музыка играла, как говорится, недолго фраер танцевал. Один день, один день. Их хватило всего-навсего на один день вместе со своей дочей, с кормящей сестрой. На камеру они подоили коров, и на этом, в принципе, всё, да. Быстро скопытились. Быстро Лёля тут же привела новых работников. Да уж, да уж, да уж, ну, не новых, а я имею в виду вообще запасных, так скажем. А как же её слова? Я всё сама могу, я раньше одна, сама со всем справлялась, но, в принципе, оно и заметно. Она опять стала рассказывать, как ей плохо по её состоянию здоровья. Говорит, буду ходить вся скукоженная, мол, не обращайте на меня внимания. И тут же смотрю, стоит, смеётся, гогочит, шуточки, шутит, да. Ну, в принципе, как говорится, оно и видно, насколько тебе плохо. Говорит, ой, плохо снимать, когда что-то болит. Вот слушайте, да, ну что за игра на камеру? А когда что-то болит, в руки камеру вообще люди не берут. Они лежат себе спокойно в кровати и не ржут, как лошади. А здесь Лёлька просто, знаете, решила вместо того, чтобы, да, пришли к тебе работники. Ну, иди, ляг, отдыхай, как говорится. Нет, она бегает и пилит контент. Самая настоящая актриса Погорилова театра. Понравилось мне, как Лёлька подставила в очередной раз своего Сергуню. Ну, и комментируя работу её знакомых, она сказала, да, ой, говорит, вы не представляете, они сейчас выгребли столько, мол, всякого говна, говорит, где полгода ничего не выгребалось. То есть, по сути, Лёлька молодец одной своей вот этой вот фразочкой. Она опустила, обвинила Серёгу в том, что он нифига не делает по хозяйству. Ну, или делает, но делает, так скажем, спустя рукава. Да-да. В итоге, кстати, мужики работали, ну, а Лёлька бегала за ними с камерой и потом говорит, ой, сейчас пойду, говорит, в дом передохну. Вот мне так и захотелось у Лёлечки спросить, от чего ты решила передохнуть? От того, что ты ходила с камерой? Ну, тоже непонятно. А работали при всём при этом другие. Ну, и опять, друзья мои, про ролики. После вот этих её стенаний на последнем стриме, она сказала, да, говорит, вы не представляете, люди меня услышали и побежали тут же смотреть мои ролики и посмотрели этот ролик хорошо, мол, и тут же стала благодарить. В общем, всё как обычно. Ну, и ещё один ролик, который мы с вами будем обозревать, который вышел уже на канале «Мать-героиня», помощник уехал, а я попала в больницу. Как всегда, очень громкое название, понятное дело, мы знаем, кто постарался, да, друзья, товарищи Лёлькины постарались, всё как обычно. Вот только, знаете, повторяет она, сидит, полулёжа, да, лежит, да, и говорит, ой, мне так плохо, мне так плохо, сейчас Женечка соберёт мне вещи, мол, скорая помощь приехать не может, потому что сейчас ковид, чё к чему, вообще непонятно, да, говорит, будем добираться сами. Ну, и, в общем, да, глаза у неё на мокром месте, всё как обычно. Вот, конечно, честно, ребят, если бы ей было на самом деле плохо, да, я ей сочувствую, и могу ей пожелать столько здоровья, как и любому другому человеку. Но когда человеку очень плохо, то, опять же, повторюсь, камеру в руки никто точно брать не будет, не будут этого делать люди. Не успела, кстати, она приехать в больницу, она, они ещё подъезжали к больнице, а Лёлька говорит, ой, а мне уже полегчало. Она, знаете, я подумала, сейчас она развернётся и поедет обратно, но нет, всё-таки показала нам, как она зашла в больницу, показали нам койки, да, показали нам коридоры, показали нам кабинет УЗИ, в общем, да. Ну, и сказала она о том, что ей вообще-то предложили остаться и сделать операцию. Предложили ей два варианта, вот этот вот первый, да, который я озвучила, и второй. Либо пропить антибиотики и спазмолитики. Ну, и планово потом лечь уже на операцию в больницу. Она говорит, вот, мол, я выбрала второй вариант, так как дети одни не справятся. Мол, так и так Сергея Петровича нет, другие работники приехали просто разово. То есть, получается, сидит, знаете, накануне Лёлька, запихивает в себя торты, конфеты, ржёт, да, смеётся. Ну, как-то очень странно, и тут же она едет в больницу. Рассказывает о том, что планирует в ближайшее время вызвать свою маму на подмогу и надеется, что Сергей Петрович приедет пораньше. То есть, бедный Сергей Петрович, который рассчитывал там чуть ли не полгода, да, или сколько там он у неё, но не суть важна, который рассчитывал на этот отпуск, она теперь его будет дёргать каждый божий день. Мол, давай приезжай, потому что у меня здесь типа проблема. Ну, а на кухне Лёлька нам показывает, как Лёша сепарирует молоко, печёт блины и говорит, да, смотрите, какой у меня помощник. А ну-ка быстро все подписывайтесь на его канал и ставьте лайки. Причём на кухне, вы знаете, она уже начала ржать и гоготать. Да, Лёлька, вот тебе действительно повезло, что у тебя есть ещё и Лёша, и Женя, и ты взвесила на этих детей свои обязанности. И при всём при этом сама ты не перетрудишься никогда. Живёшь ты исключительно так, как сама того хочешь. Я, говорит, не хочу, сказала Лёлька, взвешивать на своих старших детей кучу ответственности. Лёль, так ты это уже сделала. Так ты рожай ещё, да, мало старшим забот, так ты им ещё и каждый год рожаешь по одному ребёнку, не думая о том, что вот эта вот ответственность в виде этих детей ляжет на плечи твоих старших детей. Как я уже и сказала, не успела она приехать домой, как тут же стала опять улыбаться, сияет, как медный таз. Вот простите, я вот, друзья мои, думаю, как же всё-таки это понимать, да? Но я понимаю, что сценарист там никудышный, ну и актриса-то она фиговая. В любом случае, ты уж тогда играй, как говорится, до конца, хотя бы в этом ролике, да? Не ржи, не улыбайся, не веди себя как дура, а реально играй до конца. Ну нет, актриса всё равно с неё никакая. Неужели, я вот думаю, неужели это опять очередное враньё про здоровье? Слушайте, да понятно, что это враньё, но ведь, блин, так нельзя. Такими шутками, такими вещами шутить нельзя. Получается, она в очередной раз, ребят, создала трешак, да? И решила всех своих хомяков напугать и давай хайповаться на теме здоровья. Конечно же, я всё прекрасно понимаю, что хомяки сейчас кинутся. Все как один кидать лёлечке денюжки на счёт, ну чтобы ей было полегче, да? И так далее. Она же сказала, ой, я не могу лишиться своих заработков. В общем, да, молодец, знаете, она будет коры мочить, да? То под одеяло легла вся целиком и полностью, то сейчас вот это вот устроило непонятно что, а хомяки будут донатить ей денюжки. Ведь они, как известно, за неё в ответе. Вот, кстати, показав, что Лёша занят делами на кухне, Лёлька в очередной раз нам доказала, что близняшки уехали уже давным-давно, да? О чём мы с вами говорили ещё несколько недель тому назад, перед всей вот этой вот болезнью и так далее. Иначе бы они стояли, и они бы как раз-таки занимались готовкой и всем на свете, да? Ну, а вообще, если серьёзно, да, вот, серьёзно, если бы у Лёльки что-то было действительно серьёзное, её бы из больницы не отпустили, ей бы всё-таки сделали операцию. Ну, а тут, значит, раз её не госпитализировали, значит, у неё, в принципе, всё относительно нормально, да? Ну, и ещё, друзья мои, о чём я говорила вчера, я говорила о том, что канал Лёльки действительно тохнет, просмотров у неё уже таких, какие у неё были, просмотры их нет. И, конечно же, интерес к ней уже падает, в любом случае, и это заметно. Но, вот, когда я говорила вчера о том, что надо поднимать с чем-то просмотры, да, а не кричать о том, что смотрите, смотрите, смотрите мой ролик. Почему вы не смотрите мой ролик? Это вообще дело сугубо личное, да? Это вообще личное право человека смотреть твой ролик или не смотреть. Никто вообще не обязан тебе ничем в принципе, да? Если людям интересно, они смотрят, неинтересно, они проходят мимо. Так вот, когда я говорила о том, что надо работать над контентом и стараться для того, чтобы у тебя росли просмотры, я никоим образом, даже близко не имела в виду, что нужно врать про своё здоровье, изображать из себя помирающего лебедя, да? И вот это самое последнее дело, это уже фу, это уже самый настоящий зашквар, просто. Но, вы знаете, я смотрю, что Лёлька не брезгует абсолютно ничем, да? Что вот эти её сценаристы непонятные тоже не брезгуют ничем, ничего они не боятся. Они захотят хайпануть на теме здоровья, захотят хайпануть на теме детей, то есть, в принципе, им абсолютно всё равно. Главное, чтобы росли просмотры, главное, чтобы ролик выстрелил. Вот и вся, как говорится, их правда жизни и так далее. Вот вся их ценность. Да, вы знаете, вот честно, я вот думаю, всё-таки Лёльке уже пора начинать как-то дружить со своей головой, ведь ей уже будет 36 лет, и у неё такая ответственность в виде 10 детей. Ну, вообще, конечно, друзья мои, вы знаете, вот в очередной раз убеждаюсь в том, что очень многие блогеры любят на публику выставлять то, как они в том числе и болеют, снимать и говорить о том, как им плохо, как они себя ужасно чувствуют, какие они бедные, несчастные, как же им плохо, да, пожалейте их и так далее. И вот я думаю, блин, неужели их настолько греет чужая жалость? Ведь жалость это как-то, ну, блин, ну, вы меня поняли. Ребята, вот такой у меня получился обзор. Пишите, что думаете по этому поводу, оставляйте свои комментарии. Ну что ж, всех целую, обнимаю, всем желаю прекрасного дня, хорошего вечера. Берегите себя, своих родных и близких, здоровья, здоровья, еще раз здоровья. Ну и, конечно же, всем тем, кто подписывается на мой канал, всем, кто ставит лайки, всем, кто пишет хорошие, адекватные комментарии, всем огромное спасибо, всех целую, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok